приветствую вас давайте разберем ваш вопрос который вы задаете он у вас достаточно небольшой получается спрашиваете вы следующее как справиться с чувством отвержения как вести себя с тем кто отверг если мы вместе работаем такой вот получается у нас вопрос смотрите во первых во первых если мы говорим непосредственно про отвержение если мы говорим непосредственно про переживание отвержения то на мой взгляд это так скажем переживание отвержения оно вполне адекватно вполне нормально но вполне вполне естественно другой вопрос другой вопрос что вам от этого очень боль и вот эта боль она идет не от отвержения а вот чего-то другого например от того что вы сами себя обесцениваете и пытаетесь пытаетесь это ну пытаетесь как-то с этим бороться вот например от того что вы условно говоря остаетесь с этим наедине то есть ну вот со своими переживаниями да остаетесь наедине со своими чувствами и в этом смысле у вас не получается что-то что-то сделать не получается так скажем как-то их прожить не получается как-то с ними обратиться но конструктивно позитивно комфортно для вас например поэтому здесь в этом смысле страшно на мой взгляд по крайней мере то что вы остаетесь один на один с этим переживанием не знаете что вам с ним делать в моменте так скажем в моменте ситуативно или ситуационно если угодно в моменте я бы конечно рекомендовал бы смотреть именно в сторону того чтобы прожимать те чувства которые вы испытываете то есть прожимать их оборудовывать оборудовывать отдаваться ну вашим чувствам вашим эмоциям вот таким образом проживая их яско поживая кстати а вместе с тем получаем при этом обратную связь получая обратную связь в том числе могла могла бы позволить вам двигаться дальше вот которая бы поддерживала вас которая бы меняла вас ну вот в том числе и так далее вот это то что условно говоря прямо здесь и сейчас может сделать для вас психолог вот если говорить о том если говорить о том если говорить о том как вам относиться к тому кто вверх то здесь конечно в первую очередь хочется спросить почему этот вопрос вообще в принципе возникает то есть почему этот вопрос в принципе встает ведь человек у нас отверг и по идее уже сейчас вы например понимаете что грубо говоря ну допустим будущего у вас нет например но все равно вы вот в этом смысле пытаетесь как будто бы как-то еще что-то делать да то есть вы пытаетесь ну как-то выглядеть вот судя потому что я могу судя потому что я могу видеть вот очень важный момент потому что как бы вы вот в этом смысле себя не обманывали вот то есть я конечно понятное дело всех всех деталей не знаю вот но на мой взгляд вот если вы себя обманываете то ничего хорошего из этого для вас ну не не получится вот потому что привязка к ну к человеку да привязка она будет оставаться и она будет продолжать вас как-то мучить вот поэтому нет какого-то такого правильного что ли ответа на вопрос как себя вести я бы я бы что вот как вы себя ну как вы себя чувствуете как вы себя ощущаете вот так в принципе и ну и и нужно себя вести то есть не пытаться там условно говоря кого-то из себя строят не пытаться условно говоря ну быть той кем например вы не являетесь быть быть собой условно говоря то есть вот то что вы чувствуете то что вы чувствуете то что вы ощущаете вот то и транслировать то и демонстрировать ну человеку ну вот то это всяко лучше чем если вы будете пытаться обманывать например ну если вы будете пытаться пытаться обманывать допустим Себя или мужчин. Вот, вот в принципе, наверное, то, что хотел бы вам сказать сейчас, конечно, конечно, то, что вы переживаете сейчас, это очень приятно и, конечно, вам хочется что-то с этим делать. Ну, можно говорить в данном случае, пожалуй, о том, что вы травмированы. Вот, можно говорить об этом, о том, что вы травмированы, о том, что, ну, на вас это оказывает существенное влияние на вот сейчас, и можно говорить в общем и целом о том, что вам нужна помощь для того, чтобы с этого состояния потихонечку выходит. И в целом, в целом, как мне кажется, что имеет смысл смотреть на ситуацию, ну, на ситуацию несколько более, более глобально, что ли. Вот, что я смогу смотреть на ситуацию именно в контексте, вашей глобальной модели поведения. вот, только так, в принципе, можно увидеть всю картинку, ну, происходящее, можно увидеть всю картинку того, что происходит с вами, и дальше с этим что-то делать. То есть, уже, ну, скорее, как-то корректировать. корректировать это, ну, в зависимости от того, ну, допустим, всего бы не ставить, например, к примеру. То есть, тут вариант, ну, тут-тут, вот тут вариант вот таки, как мне кажется, по крайней мере. вот, пожалуй, то, что я хотел бы вам сейчас сказать. с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, с точки зрения моего опыта, который у меня имеется, и с точки зрения, вот, того, что, ну, с точки зрения того, что я знаю, о, значит, такого рода, скажем так, проблемах, да? то есть, понятно, что, ну, быстро это может не разрешиться, то есть, ну, быстро такая проблема может не разрешиться, не разрешиться. вот, ну, всё, всё это вполне реально, как мне кажется. А, на этом всё пошло. Я надеюсь, что вам помог мой ответ, понравился. Буду благодарен вам за обратную связь по нему, по моему ответу. это позволит вам начать над собой работу, да, то есть, позволит вам выбрать для себя какое-то направление, вот, чтобы вы хотели именичить, чтобы вы хотели подкорректировать и прочее. вот, ну, и просто, вот, попробуйте подумать о том, что такого вас отвергли, собственно, то есть, ну, в чём, в чём отвержение было, что вас отвергли. вот, ну, от всего, ну, от всего больно вам, что, что болит. это вот, мне кажется, очень, очень полезно было бы вам с точки зрения понимания себя. вот, а хочу напомнить, да, что ситуация эта, скорее всего, была бы невозможна, если бы вы себя понимали лучше. вот, если бы вы, ну, лучше бы, ну, разбираться бы. вот, поэтому ответ, он направлен именно на удачу вам, всего самого доброго. «Апрацетов.» Апрацетс! Продолжение следует...